МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите новости на пятом канале. В студии Герман Токарев. Сегодня в программе. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В Доме детского творчества состоялся городской патриотический фестиваль, посвященный освобождению Донской земли от немецко-фашистских захватчиков. В Азове на базе центральной городской больницы начала работать палеотивная выездная бригада. 21 февраля отмечается Международный день гида или экскурсовода. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В преддверии празднования Дня защитника Отечества в Доме детского творчества состоялся городской патриотический фестиваль, посвященный освобождению Донской земли от немецко-фашистских захватчиков. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В преддверии празднования Дня защитника Отечества в Доме детского творчества состоялся фестиваль «Славься Отечество», организованный движением первых при поддержке управления образования города и отдела по делам молодежи. На мероприятии присутствовали учащиеся школы и почетные гости, которые имеют прямое отношение к патриотическому воспитанию молодежи. Сегодня на наш фестиваль патриотически приглашены почетные гости. Это представители управления образования, председатель Совета ветеранов нашего города и, конечно, участники специальной военной операции. Сегодня на фестивале будет присутствовать 4 солдата, воина-героя, которые прибыли из специальной военной операции и сейчас по состоянию здоровья находятся на территории своего города. Сегодня на нашем фестивале «Движение первых» совместно с отделом по делам молодежи решили вручить нашим героям, участникам специальной военной операции, медали, на которых написано «Герой нашего времени», ведь именно они таковыми и являются. Герои нашего времени, друзья! Одним из таких героев нашего Отечества является Карен Багдасарян, ветеран боевых действий. С 2014 года ополченец-доброволец, участник СВО. Я рад, что такие мероприятия происходят. Я за это очень поддерживаю. И не только я, мои бойцы тоже. Дети должны знать, что есть такая работа, родину защищать называется. Поздравляю всех с наступающим праздником 23 февраля. Это и мужчин, это и женщин. Так как, я еще раз говорю, у нас среди воинов есть и женщины, и мужчины. Поздравляю всех с наступающим праздником. Подобного рода мероприятия с участием подрастающего поколения проходят на регулярной основе, чтобы молодежь помнила и чтила историю своей страны. ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ 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 принять это состояние, а родственники не готовы или не умеют за ними ухаживать. На этот случай в ЦГБ есть альтернатива в виде больничной палеотивной койки, где есть возможность провести последние недели и месяцы. Многие семьи стараются создать все условия дома, но не знают как, поэтому в таких случаях очень важна выездная палеотивная бригада. Наша выездная патронажная палеотивная медицинская помощь оказывается тяжело больным и их родственникам. Мы приезжаем на дом, чтобы оценить условия пациента и оказать помощь в лечении, в уходе, в обучении по уходу за больным, а также обеспечить необходимые консультации профильных специалистов, соцработников и духовных представителей. Одновременно они не посещают пациента на дому, приезжает только тот специалист, который необходим на данный момент. У выездной бригады выстроено и налажено взаимодействие со всеми отделениями ЦГБ и социальными структурами города. 21 февраля – Международный день гида или экскурсовода. Сегодня гид – это полноценная профессия, которую обучают в специальных вузах. Многие музеи в этот день проводят бесплатные обзорные тематические туры для всех желающих. Такие акции проходят по всему миру, в том числе и в России. Азовский музей-заповедник имеет давние традиции и экскурсоводы из поколения в поколение передают накопленный за 50 лет опыт. Как профессия она сложилась к 70-м годам прошлого века, когда туризм стал по-настоящему массовым, превратившись в отдельную отрасль экономики. Каждое новое поколение привносит в профессию что-то новое, интересное и значимое. Современные посетители – они очень пытливые, они очень любознательные, их интересует что-то новое. Поэтому для экскурсовода, работающего тем более в музее, всегда надо пополнять знания, информационную базу, для того чтобы что-то новенькое, что-то интересное, что-то заманчивое рассказать, привлечь внимание и всегда держать посетителя в тонусе. Сотрудники Азовского музея проводят не только групповые экскурсии, но и индивидуальные тематические занятия, а также веселые праздничные спектакли, например, посвященные празднованию Масленицы. Главное, чтобы они были полезны и интересны посетителям. Экскурсовод в музее – особая профессия, ведь он представляет труд большого количества людей. Какими же качествами должен обладать экскурсовод? Экскурсоводом может стать далеко не каждый. Для этого, конечно, нужно в первую очередь терпение, второй раз терпение, ну а третье – это, конечно же, желание работать экскурсоводом. Нужно много знать, нужно постоянно повышать свой IQ, нужно постоянно быть в сфере интересов молодежи. Поэтому разные аудитории, разные подходы, поэтому эта профессия достаточно сложная. Благодаря экскурсоводам, их высокому профессионализму и эрудиции, миллионы людей открывают для себя новый мир, знакомятся с памятниками старины, природой, культурой разных стран. Именно они делают экскурсии для туристов более насыщенными и интересными. Екатерина Четверикова, Валентина Сираж, Юрий Бабенко, Азов.Инфо На сегодня это все. Впереди прогноз погоды. А я прощаюсь с вами и желаю хорошего завершения рабочего дня вместе с пятым каналом. До новых встреч в эфире. Четверг, 22 февраля, пасмурно. Температура днем плюс 1, плюс 2, ночью минус 1, минус 2. Ветер восточный 2-3 метра в секунду, влажность воздуха 69%. Уровень воды в реке Дон на 44 сантиметра выше отметки 0. Температура воды в реке плюс 3 градуса. Атмосферное давление 767 миллиметров ртутного столба. Атмосферное давление в реке плюс 2 градуса. Продолжение следует...